МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите главные новости. В студии Ростислав Белык. Смотрите в выпуске. Каждый переписчик при себе будет иметь удостоверение установленного образца. Цыплят считают по осени, а сельхозпредприятия сосчитают летом. Орловщина на пороге всероссийской сельхозпереписи. В настоящий момент каких-то технически нерешенных вопросов нет. Затянувшийся антракт. Орловские театры в ожидании переезда в родные стены. Как ты можешь? Как ты можешь не любить Пушкина? Все любят, все. А ты? Пошел в угол! Цензуру театра никто не отменял или кому не угодил спектакль спасти камер юнкера Пушкина? Мне очень все нравится. Это, конечно, сложно, тяжело. Проверено на себе. Студенты и старшеклассники проверили свои возможности в качестве пожарных. Орловщина готовится к всероссийской сельскохозяйственной переписи. По всей стране она стартует 1 июля. Цель одна на все регионы – создание полной картины состояния сельхозотрасли, сбор данных о демографии деревни и численности людей, занятых в сельском хозяйстве. В рамках заседания комиссии по подготовке к проведению сельхозпереписи ключевые задачи обозначил заместитель председателя правительства Дмитрий Бутусов. Событие такое у нас проходит раз в 10 лет. И от того, как мы с вами отработаем, как качественно мы эту работу проведем, будет зависеть качество нашего планирования, учета. И, в общем-то, в конечном итоге результаты работы отчасти следующие несколько лет. Переписчики будут экипированы особым образом. На них будут одеты специальные жилеты синего цвета со светоотражающими полосами. У них будут светоотражающие козырьки. Ну и обязательно каждый переписчик при себе будет иметь удостоверение установленного образца. Как я уже говорила, переписчики будут вносить ответы на вопросы либо в планшетные компьютеры, либо в переписные листы, которые будут на печатной, на бумажной основе. Специалисты отмечают, что данные, полученные в ходе переписи, помогут обозначить перспективы развития сферы и определить новые формы господдержки. Кстати, процедура коснется не только владельцев земельных участков и арендаторов. Также она коснется граждан, которые держат у себя домашних животных. Подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи запланировано на 4-й квартал 2017 года. Зампред правительства Дмитрий Бутусов отметил активную работу по подготовке к переписи в регионе. Трупы двух театров академического и свободного пространства надеются на скорое возвращение в родные стены. Пока представители строительных компаний не радуют конкретными сроками, говоря лишь, что новоселье скоро. Вот что увидела наша съемочная группа в сюжете Натальи Пехтеревой. Строительные леса придется вернуть. Фасад свободного пространства будет перекрашен, говорят в госзаказчике. Не перезимовал. У служебного входа работа над ошибками уже проделана. Проверяющие указали на нарушение прав людей с ограниченными возможностями. При посещении объекта представителями Всероссийской организации инвалидов и Народного фронта были высказаны ряд пожеланий и замечаний по доступности маломобильных групп. Это был, в частности, заезд на тротуар. В самом театре начался переезд, вернее, пока что в административных помещениях. Кабинет у нас практически готов, да. Я гляжу, начали сюда заезжать. Николаевич, ну надо кое-где красочку почистить, протереть еще. А так, в принципе, ничего. Качество работ у нас, скажем так, удовлетворительное. На сцене по-прежнему первую скрипку играют строители. Темпы работы, да, устраивают. Подрядчик нарастил здесь группировку рабочих достаточную. Все сейчас охваченные этапы аккуратнее. Как видите, заканчиваем планшет сцены. Сегодня основная задача – закончить все отделочные работы по входной группе. Зрительный зал практически закончен. Подрядчики в свободном пространстве работают с конца 2014 года. А ведь могли бы сдать объект гораздо раньше, говорит представитель компании. Это сырой проект, это доработка проекта, это согласование всех моментов, всех вопросов. Это все не скоро делается. Поэтому был бы у нас проект более-менее подготовленный, правильный. Возможно, невозможно, однозначно это на полгода, может быть, у нас упростило бы сдачу и вот в эксплуатацию. В ходе одной из инспекций члены правительства сделали ряд выводов. Проблемы на объектах начались не сегодня и не вчера. Когда строительство растягивается на пять лет, то гарантии завершения, как правило, отсутствуют. Объекты, в принципе, не сложные с точки зрения исполнения реконструкции. Если бы это было спланировано на два года, и были бы отфиксированы те деньги, которые необходимы, в самом деле, для исполнения этого проекта в натуре, то проблем бы таких не было. В драмтеатре строительная эпопея длится три года. Летом 2012-го здание закрыли на капремонт. Затем смена подрядчиков, которая сказалась на сроках. Теперь, как уверяют в госзаказчике, финиш рядом. Мы с вами находимся в малом зале, театр имени Тургенева. Как вы видите, в принципе, у нас все готово здесь, в этом зале. Развешено оборудование, смонтирован диммер, установлены кресла. Осталось убрать и помыть. Общие строительные работы находятся в завершающей стадии. Делает выводы Денис Блохин. Вопрос финансированный на сегодняшний момент находится чисто на усмотрении собственников компании Синтел, которые здесь работают. Знаю, что на прошлой неделе они здесь были, выплатили зарплату рабочим. Знаю, что есть определенные намерки по получению тех задолжений, о которых мы говорили. Поэтому, если это все произойдет, то я думаю, что мы будем очень сильно ускоряться и быстро вводить этот объект. Конкретные сроки открытия теперь никто не называет. Оно и понятно, уж сколько их было. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Продолжим об искусстве. Дискуссия о свободе творчества развернулась в сети интернет после критики, которой удостоился спектакль Орловского театра «Свободное пространство» «Спасти камер юнкера Пушкина». За что бичевали словесно постановку и режиссера, расскажет Андрей Турбин. Для кого-то театр – это действо на сцене, для кого-то удобные кресла и бутерброды с коньяком в антракте. Но есть и те, кто не забывает, что театр – это инструмент идеологии, который может стать проводником крамольных идей. Эту мысль на днях решил развить один из орловских депутатов, подвергнув жесткой критике спектакль «Театра свободное пространство» по пьесе Михаила Хейфица «Спасти камер юнкера Пушкина». Своё негодование слуга народа подкрепил обращением в управление культуры, призвав вернуть в фудсоветы театров представителей власти. Подводя к мысли о необходимости введения цензуры, автор обращения задаёт вопрос, почему мы разрешаем глумиться над тем, что дорого русскому сердцу. Едва ли режиссёр спектакля Сергей Пузырёв предполагал глумиться над ценностями русского народа. Скорее затронув тему культурных штампов, не хотел, чтобы постановка оставила равнодушных в зрительном зале. Мне хотелось сделать так, чтобы эта история, в ней каждый мог найти что-то своё, чтобы она не была однозначной, что кому-то должно понравиться вот это, для кого-то вот это близко, а для другого совершенно непонятно это может быть. Заявление о необходимости введения цензуры вызвало бурную дискуссию в социальных сетях, а потому мы решили поинтересоваться мнением тех, кто знает о том, что такое худсовет, не понаслышке. У нас уже созрело в стране гражданское общество, которое имеет право высказывать своё мнение о спектакле. Другой вопрос, как к этому мнению относиться. Театр может соглашаться с этим мнением, не соглашаться, поэтому есть публичные площадки, на которых можно выяснять истину. И в результате есть учредитель театра, который должен расставить всё на свои места. Я ничего какого-то сложного в этой ситуации абсолютно не вижу. Почему? Потому что если, вот как в статье написано, если есть проблемы с нарушением законодательства, например, если у нас законодательство есть, и если спектакль нарушает законодательство, этим должна заниматься прокуратура. Если спектакль не нарушает законодательство, этим занимается гражданское общество в диалоге. Увы, Орловским театрам с их затянувшимися ремонтами сегодня приходится нелегко. Тем печальнее видеть, когда представители власти, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, пытаются искать крамолу и поучать режиссёров, которым куда важнее знать мнение рядовых зрителей. Спектакль-то, пафос его направлен на то, что никакое насилие не приводит ни к чему хорошему. Важно встретиться и узнать мнение учредителя. Важно. Оно может не совпадать с нашим мнением? Может. В заключение хочется напомнить. Ещё в позапрошлом веке Фадей Булгарин, составитель записки о цензуре в России, заявлял о том, что театром должна ведать высшая полиция. Вряд ли сегодня такие времена настали. Андрей Турбин, Олег Фомин, телеканал Первый областной. В воскресенье, 27 марта, в Орловском театре «Кукол» маленькие зрители увидят премьеру спектакля Натальи Захаровой «Сказание об Орле». Современная баллада посвящена 450-летию нашего города. Репетиции в театре идут уже месяц. Декорации и костюмы почти готовы. Режиссёром пьесы стала Олеся Черкашина, которая возлагает на постановку «Большие надежды». Я очень люблю «Орёл». Для меня это моя родина, можно сказать. Это город, в котором прошло моё становление. Возрастная группа, для которой спектакль будет интересен и понятен, это учащиеся младших классов. Познакомиться с историей возникновения «Орла» через кукольных персонажей можно будет уже в это воскресенье в Орловском театре «Кукол» в 11.00. Наступил для нас испытание час. Помоги отцам, нашим с братьями. Свыше 260 незаконных рекламных конструкций будут демонтированы в Орле. Все они установлены с нарушением закона о рекламе и, кроме того, представляют опасность для водителей и пешеходов. Тем временем утверждена новая схема рекламных конструкций. Кто и на каком основании в неё попадёт, расскажет наш корреспондент. Тут, как в известном стихотворении, а из нашего окна, окна отдела полиции по заводскому району выходят прямиком на нарушение. Рекламный щит стоит здесь незаконно, говорит представитель департамента госимущества и земельных отношений. Эта конструкция установлена без действующего разрешения. Владельцу рекламной конструкции были выданы предписания. Демонтажение закона установлено рекламной конструкцией. Предписание не исполнено. Нарушение закона – это полдела. Эта рекламная конструкция своим неустойчивым видом пугает прохожих. Разгулы стихии сооружения может и не перенести. Особенно, когда ветер. Очень страшно. Проходим метров сто. И вот другой пример. Фундамент этой рекламной конструкции должен быть углублен и выступать не более чем на пять сантиметров. Нарушение едва ли не на каждой центральной улице. Без действующих разрешений в Орле размещено 587 рекламных конструкций, включая фасадные. Поручение выстроить на Орловщине эффективную прозрачную систему дал губернатор Вадим Потомский. Вот что сказал глава области на выездном заседании правительства. 262 выявленных факта по городу Орлу незаконных рекламных конструкций. За полгода рассмотрело судей 4. Решений еще и судебных нет. 100 миллионов просто, просто 100 миллионов минимум. Это бюджет города Орла. Для наведения порядка в том числе и в этой сфере. Проезжайте по городу. У нас 453-е. Мы все с вами там будем. Я вот еду все время на эти конструкции, смотрю рекламные. Тумба бетонная, столб в нее воткнули, забетонировали, повесили. И там, здравствуйте, наши сосиски. Я не знаю, что угодно. Много лет в Орле действовали таким образом. Присмотрел понравившееся место, получил согласование в архитектуре полиции. И, собственно, все. Безнаказанность и бездействие чиновников привели к такому результату. Работа по наложению штрафов и привлечению к административной ответственности до данного момента практически не велась. Если мы говорим о том, чтобы выдано предписание больше 500 незаконных рекламных конструкций, привлечено к административной ответственности всего 4 лица. Андрей Синегов, глава департамента государственного имущества и земельных отношений, говорит, что порядок в этой сфере будет наведен. Новая схема размещения рекламных конструкций на территории Орла согласована и утверждена. Ознакомиться с ней можно на сайте городадминистрации. Сейчас есть гос. То есть вот с 1 января 2014 года, в принципе, все рекламные конструкции должны быть включены в схему. Незаконные конструкции необходимо демонтировать. Однако у их владельцев есть время сделать это самостоятельно. Хотелось бы, чтобы это, прежде всего, была профилактическая работа. В том плане, чтобы владельцы рекламных конструкций сами добровольно, там, где они установлены незаконно и без разрешений, самостоятельно стали их демонтировать. Потому что в противном случае владельцы рекламных конструкций будут подвергаться штрафы. А штрафы за данное нарушение составляют 500 тысяч рублей на рекламную конструкцию. И плюс ко всему, если они сами не демонтируют рекламные конструкции, это должны будут делать городские власти, и потом выставлять данным владельцам рекламных конструкций счет на демонтаж. Штраф за размещение незаконных рекламных конструкций от 500 тысяч рублей до миллиона. Большая работа по наведению порядка началась, говорят в администрации области. Среди ожидаемых дивидендов пополнение бюджета от законной предпринимательской деятельности, да и внешний облик города улучшится без безобразных конструкций. До 15 апреля планируется обследовать все дома, включенные в перечень подлежащих капремонту. Владельцев незаконной рекламы ждут предписания о демонтаже. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Студентам и старшеклассникам выпала возможность стать пожарными, правда, на несколько часов. Сотрудники МЧС провели для молодежи учения в стиле «проверено на себе». Узнала, насколько сложна служба пожарных и наш корреспондент Анна Маричева. Узнать о работе пожарного, как говорится, изнутри, выпала возможность студентам орловских вузов и школьникам старших классов. МЧС России объявила 2016 годом пожарной охраны. Очень все интересно. Наверное, каждый день ты знаешь, что ты нужен, спасаешь людей. Это важно. Мне очень все нравится. Это, конечно, сложно, тяжело. Это огромный труд. Но если пробовать, в принципе, как учебу, то это очень весело. Такая акция в нашем городе проходит в первый раз. Но, обещают организаторы, не последний. В течение года будут проходить подобные учения и на базе других подразделений. Сколько весит гидрант, как сложно открыть просто дверь пожарного автомобиля, насколько высоко находится порожек первый, и как в боевой одежде пожарного, которая весит несколько килограмм, быстро выехать в течение одной минуты из подразделения. Вот ребята сегодня это все на себе почувствуют. Свой рабочий день ребята начали с 8 утра, как и полагается, заступившим на службу. Прослушав теоретический курс о правилах безопасности, перешли к практике. Ребята учились вязать спасательные узлы, примеряли боевую одежду, изучали способы оказания первой доврачебной помощи и даже сдали экзамен по сигналу учебной тревоги. По нормативу пожарный должен одеться за 21 секунду. Оказывается, это сделать не так-то просто, особенно если твоя форма весит больше 5 килограмм. Цель мероприятия, говорят организаторы, больше узнать о работе МЧС. Когда знаешь, что нужно делать, пропадает паника и появляется уверенность, а уверенные люди способны не только локализовать чрезвычайную ситуацию, но и помочь другим. Уверены в МЧС. К новостям спорта. Воспитанники «Орел карата» в очередной раз отличились. С питерских соревнований ребята привезли 14 медалей. К чему готовятся молодые спортсмены, вы узнаете из нашего сюжета. 14 медалей привезли домой орловские каратисты с турнира «Петербургская весна». 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Эти соревнования для наших спортсменов как один из этапов подготовки детской сборной. Наша главная задача была попробовать, чтобы ребята оценили свои силы, попробовали свою технику, те или иные тактические и методические наработки, которые делали их тренеры на питерском татаме. В ближайшие выходные ребята поедут в Воронеж на первенство ЦФО, а ровно через месяц в Липецк на финал первенства России. Самый главный этап для нашей детской сборной – международный турнир «Дубай Оупен», где наш регион будут представлять пятеро спортсменов. Проведя 4 уверенных поединка, во всех одержал победу, не пропустил ни одного балла. Финал закончил досрочно со счетом 8-0. Считаю, что готов к следующему старту, который будет в «Дубай», и думаю, отлично проявлю себя. В четвертьфинальном бою я выиграл со счетом 1-0. На последних 10 секунд взял один балл. Из своей категории я была самая маленькая. Не очень легко. В финале было. Вышла со мной девочка выше меня. Соревнования были достаточно высокого уровня. 15 регионов России и команды из Белоруссии. Результатом этих соревнований я очень доволен выступлением своих ребят. Они все указанные цели и задачи выполнили. То есть определенные отработки, определенные действия, которые мы должны были обкатать, так сказать, на этих соревнованиях. Все получилось. Очень яркие Асиманы, Варвара, очень яркие бои свои проводили. И финал, даже финальные поединки завершили досрочно. Для старших ребят питерские соревнования были как один из элементов подготовки к крупному международному турниру премьер-лиги в Дубае. Там наш город представят четверо воспитанников школы «Орел Карат». Турнир очень получился насыщенным. Провел 7 поединков. Не на каждом турнире это все возможно. Отличный результат. Золотая медаль. Доволен очень. Сейчас у спортсменов заслуженный отдых. Но в ближайшие дни начнется полная подготовка к главному турниру полугодия в Арабских Эмиратах. Работа в этом направлении ведется большая. И работа и физическая, и психологическая. Не зря мы проводим регулярно. Мы проводим психологические семинары. Индуально работает наш педагог-психолог, скажем, из именитых или известных спортсменов, независимо от возраста. Сейчас как раз проводится работа с ребятами, которые, как мы думаем, рассчитывают выиграть медаль на первенстве России по детям. Для каратистов постоянно проводятся семинары и мастер-классы с ведущими мировыми и российскими тренерами. А в ближайшее время в Орел карат приедет тренер из Японии. Директор спортивной школы уверен, азиатская методика карате принесет большие успехи спортсменам. По окончании выпуска новостей смотрите нашу постоянную рубрику «Ищу семью», в которой мы рассказываем о детях, нуждающихся в заботе и любви. На этом все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28, а также 508 0 88. В студии был Ростислав Белык. Всего вам доброго. Никита 7 лет. Скоро уже будет 8. Он у нас умный, ласковый, милый, добрый мальчик. Собирает пазлы, строит конструкторы. С конструктора собирает машины, башни. То есть у него интересные постройки получаются. Хорошо рисует, но старается. Старается, да, милый, все? Да. Раскрашивает. Очень аккуратно. Ни одной черточки, он никуда не заходит с границей. Вы знаете, хим. Острон этот всех подружит, всех научит, надо жить. Всех с теплом своим согреет и заботой окружит. Также помощник. Ухаживает за младшими. У него Владик, друг. Дружит с Русланом. Они часто вместе играют. Помогает. Хозяйственный мальчик. Трудолюбивый. Спортивный. Любишь самолеты? В будущем хочешь стать летчиком? Да. Да? Почему? Не так летчиком. Всех, кому не безразлична судьба Никиты, просим обращаться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области. По адресу город Орел, улица Лескова, дом 22. Или по телефону 47 57 69. Вы можете стать для него приемными родителями, оформить опеку или усыновить. Сенсация! С 25 марта по 17 апреля. Мировое шоу гигантских слонов в Грин-центре. Билеты от 500 до 1000 рублей. Телефон 630494. ООО «Пищевик» город Болхов реализует плодовощные консервы собственного производства из экологически чистых продуктов в торговых павильонах, родное село и на ярмарках выходного дня. Полезная и вкусная продукция в период Великого Поста. Все за покупками! В «Примадонне скидки» 30, 40 и даже 50% на коллекцию 2015 года. Только до 27 марта. Спешите! Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь». Меняйся к лучшему. Приходи. Орел, Рощинская, 12. Звони 3305-93. Приходи и ты! Лига Чемпионов. День рождения. Экспресс-радио. Начало в 19 часов. Нам в 24. И это не шутка. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на «Экспресс-радио». 450 лет назад по указу Ивана Грозного для охраны южных границ московского государства был основан «Орел». Зорко нес «Орел» свою службу. Богатейший край быстро превратился в ремесленно-торговый центр. «Орел» стал не только охранять, но и кормить Россию. От городской пристани ежедневно уходили на север баржи с зерном и шерстью, а на юг предметы ремесла и мануфактурного производства. С середины XIX века «Орел» развивается и как город промышленный. Возводятся металлообрабатывающие предприятия, прокладывается железная дорога, строится знаменитый конный завод. Желание орловчан двигаться и расти способствует появлению электрического трамвая. Бесценный вклад в культуру России привнесли известные орловчане Тургенев, Лесков, Бунин. Орловщина – родина знаменитых на весь мир ученых умов. Война вторглась в мирную жизнь орла внезапно и, казалось, стерла его с лица земли. Но орловчане сделали невозможно, и город возродился из пекла. В его честь прогремел первый салют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова